Всем самого доброго времени! Учитывая приближающийся день Святого Валентина, мне захотелось сделать такое релакс-видео, в котором мы немножечко отдохнем, в котором мы сможем не просто узнать, что нас может ожидать в сфере любви на год, но и... Ой, спичка осталась, надо убрать. Но и по ритуалите те карты, позиции, которые вы выберете, и предназначение, предсказание будет хорошее, мы можем поритуалить с помощью свечи, чтобы это желание исполнилось. А те, собственно, предсказания, которые не будут хорошими, такое тоже бывает, мы их выпускать во Вселенную не будем, мы, соответственно, свечи сразу потушим над этими предсказаниями. Итак, я беру песочные часы, переворачиваю, и у вас есть время выбрать одну из семи карт. Вот эти вот сердечки, это каждая карта. Я сейчас вам покажу их поближе, вы смотрите, убедитесь. Подумайте, что вас ждет любви в течение года, сфера любви, сфера отношений, сфера партнера вашего, и амур, лямур, и все остальное. Итак, песочные часы, время истекает. У вас есть время выбрать от одного до семи. Семь сердечек, семь ответов. И я вместе с вами тоже свой ответ с удовольствием получу, и даже поделюсь, и узнаем, какой выбрала я. Ну, я вот этот ответ выберу, потому что он ближе всего ко мне. Все знают, что я ленива, но еще раз в этом убедились с помощью моего выбора карты в сфере отношений. И выбирайте вы с одного до семи. Все, товарищи, все. Песочные часы убираем. И буду с помощью вот такой вот палочки с сердечком показывать. Итак, начинаем с номера один. Номер один. Что же нас ждет? Если вы выбрали номер один, то здесь выпадает карта жрица. Это обучение, это эзотерика, это саморазвитие. Но, конечно, жрица не покажет нам получение новых знаний, не покажет нам, извиняюсь, получение партнера и развитие в любви. Новые знания как раз нам может показать, особенно в сфере эзотерики. Так что, мои дорогие девочки, я свечу под номером один зажигаю, потому что это не показывает каких-то ярых изменений в сфере любви, в сфере именно романтики. Жрица, она все-таки одиночка. Эту тушим. Так, потушили. Теперь смотрим для тех, кто загадал число 2. Что получился у вас? Что выпадет? Ага, мои дорогие, ну давайте смотреть, что у нас здесь выпало. Ту жезлов. Вот, собственно, шанс у тех, кто выбрал номер 2, будет знакомство, небольшой шанс, возможность познакомиться с молодым человеком. Куда зайдет, показать сейчас эта карта не может в полной силе. Но, учитывая то, что здесь молодой человек высекает вот такое сердце на дереве, учитывая то, что дерево засушенное и имеет большие корни, то мне почему-то кажется, что такой партнер может свою зарубку на вас оставить, свой след, свою зарубку и каким-то образом выразить отношение к вам. Хотя дерево уже достаточно здесь ветхое, развалившееся, но мне кажется, что все равно может отогреть. Посмотрите, вот за очертаниями дерева холод, лед, а дерево у нас вот с такой теплой почвой под ногами. Поэтому эту свечу мы оставляем гореть, пусть выполняет желание. Если вы загадали номер 3, так, моя волшебная палочка сердца, вот сюда будет перемещаться. Мы сейчас смотрим номер 3. Та-дам! Что у нас здесь? Четверка Пентаклей. Вам может попасться партнер Жадина, Скряга, в котором вы запутаетесь в отношениях, как в лабиринте. И, соответственно, мальчики налево, девочки направо. Здесь на карте наоборот. То есть, ну, слушайте, не нужен нам Жадина, не нужен нам Скупец ни на эмоции, ни на чувства, ни на материальные ресурсы. Будем эту свечу потушить. Вот, напишите мне в комментариях, как вы относитесь к мужчинам Жадином. Интересно. Какие карты у вас показывает мужчин Жадин? Ну, кроме Пентакли, вы вообще масти и четверок Пентакли в частности. Так, моя волшебная палочка-указатель переходит на карту номер. Номер 4. Смотрим, что у нас здесь. Ну, выпала карта Мир. Мне кажется, очень хорошая, положительная карта. Взаимность есть, влюбленность есть. И я думаю, что поездки и путешествия. Если вы загадывали карту номер 4, мне кажется, очень хороший, гармоничный год у вас должен получиться. Так что, эту карту я не буду тушить свечу. Пусть горит, пусть притягивает эти события в нашу жизнь. Для тех, кто выбрал карту номер 5, включая меня, здесь вот такой вот цапля, не цапля, монстр, не монстр. Это у нас вот такой рыцарь Жезлов. Ну, на Аиста не похоже. Если бы было похоже, то я бы подумала, что-то к зачатию или к беременности. Не знаю, порадует ли вас такое. Но явно здесь есть тяга к путешествиям, явно есть тяга к экспериментам, к каким-то переменам, потому что рыцарь Жезлов, он такой. И мне кажется, спорная эта карта. Не знаю, я не люблю, когда закрыто лицо, я не люблю, когда в маске что-то. Это, бывают, сюрпризы не всегда приятные. хотя полеты, путешествия могут быть, забеги на длинной дистанции могут быть по всаднику Жезлов, страсть. И если ваш партнер не Жезловый, не Ован, не Стрелец, не Лев, то тоже это может показывать нового партнера. Поэтому я эту карту аккуратненько так затушу. Вот такое предсказание мне бы не хотелось выпускать во Вселенную. Давайте посмотрим дальше. Не поплавились мои карты? Не поплавились. Что ждет карта номер предсказания номер шесть? Шестое предсказание. Люди, будете покупать либо жилье, либо будете менять место жилья, либо будете делать ремонт. Все это в паре. Возможно, перемены хорошие. И несмотря на тяжесть, потому что это десятка все-таки Жезлов, все-таки в паре, в единении совместно сможете многое преодолеть и многое создать. Ну и детеныши и беременности тоже эта карта в этой колоде может показывать. Это предсказание я оставлю. Теперь давайте посмотрим, что у нас под номером шесть. Да, шестым. Шестым, раз, два, три, четыре, шестой посмотрели, под номером семь заключительно. Что же у нас здесь? Вот интересно, будет ли старший аркан? Я не смотрела до того, как я видео стала снимать. Ага, здесь у нас пятерка пентаклей. Ну, что я могу сказать? девушка бросает в колодце денюжки, она их не берет, она их бросает. То есть, возможно, человек хочет многое вложить в отношения, возможно, человек ждет какое-то послание космоса или судьбы, но отдачу, да, вот какой-то положительный рывок пока еще рано судить. Это больше как бы вливание денег, инвестиция в свое будущее, инвестиция в те желания, о которых человек думает, запрос во вселенную, скорее всего, но здесь нету, конечно, партнера, здесь больше делай добро и бросай его в воду, я бы сказала, по этой карте, но тут девушка не особо нуждается и при этом даже если она и в чем-то и нуждается, она готова поделиться на этой карте, она готова чем-то пожертвовать, конечно, это должно ей вернуться обязательно и, как мне кажется, это карта помощи кому-то, но без налета какой-то любовной подоплеки, поэтому я эту карту тоже свечку не буду активизировать, пусть это предсказание останется только на карте, реализацию не получает. Итак, ну, что я могу сказать, номер 2 и номер 4 у нас оказались самые-самые умнички, самые лучшие номера карты загадали, я надеюсь, что вы через год отпишетесь, как у вас будет все состоять, и, может быть, я еще сделаю одно онлайн гадание, посвященное Дню Валентина, поддержите лайками, если это видео наберет 50 лайков, то я еще одно видео запишу на более такую щекотливую, более эротичную тему, День Святого Валентина как-никак. С вами была ваша Литка гадалка, волшебная палочка в виде сердечка, колода Таро сердец, и хорошее настроение, увидимся, желаю вам взаимной любви, пока!